всем привет мы группы superman и сегодня мы на стране fm мы сегодня для вас поем и общаемся короче года четыре назад искали себе студию перепробовали почти все студии в казани и вот нашли ильдара и это лучший звукарь в казани лучше него точно не так это просто намного студии ходили где только не записывались и вот лучше чем ульдары ну никто не делал даже там на дорогом оборудование все там типа кайфуют что надо приходить на студию где дорогой оборудование там делают типа какой-то средний допустим продукт альдар грубо говоря на коленках там у него короче на говне он делает из говна и палок собирает mercedes короче так и есть короче у него свой подход просто клиентам типа вот мы получается в то время были просто его клиентами и у него свой подход к людям он не забивает хуй на трек типа запишись там у тебя два часа он сразу нам сказал да хоть весь день сидите типа главное чтобы был взрыватый трек так и был да я не по часам работаю типа но работал сейчас уже мы не работаем спасибо почти год наверное а до этого так было что типа ну то есть я одного человека в день ставил просто человек приходит там в обед и как бы весь день сидит я ему вообще времени ну не даю по часам там оплаты так вообще не было то есть у меня есть какая-то фиксированная сумма зависит от того сколько часов мы работаем но в среднем трек это было 6-7 часов вот в среднем 6 7 иногда было и 13 часов когда как короче вот и люди приходили пока мы не сделаем так Не знаю, такой подход просто. Просто музыку люблю. У меня как бы студия была не для того, чтобы бабки поднять, там, заработать что-то. А, ты же, кстати, сразу сказал, что у него не студия, а именно, ну, просто приходите записывать. Мы трэп-хаты называем, трэп-хаты. Потому что там полный пиздец, честно говоря. Там грязно. У нас бутылка есть, короче. Там туалета нет. Биотуалет, так сказать. Честно. Уроды не построили туалет. Это гаражный комплекс шестиэтажный. Не построили туалет. Там нет его. Просто нет, отсутствует ткань. Забавный случай, кстати, был, когда мы начали у Ильдара записываться. Как бы все хорошо. Мы-то он там брал относительно недорого. 600 рублей до 1000, что ли. Ну, максимум. Прямо на центр X вести. Дешево-дешево. Да, и мы сидели на студии, записывались там часами, целыми сутками, грубо говоря. Потом, что-то в какой-то день Ильдар такой пишет. Ребят, слушайте, я, наверное, подниму цену до полторы тысячи. И мы такие, ну, может быть, и уж и не такая хорошая студия. И мы что-то как-то перестали к нему ходить, короче. Мы съебались, короче, а когда поняли, что все остальные звукари в Казани, все хуже. И да, из-за этого мы стали искать другие студии. Тогда мы вернулись к Ильдару, и все. Да, и поняли, что лучше все равно нет, ну уж ладно, переплатим уж, если он там жадный урон. А мы, короче, изначально делали треки со смыслом, пока не поняли, что всем похуй на смысл. Нет, нет, на самом деле. Ну, злота истина. На самом деле, мы это потом только поняли. Мы вообще зацепились вообще только за... Короче, было такое мем, вы все знаете, типа, «Ержан, вставай». Там, где будет... «Ержан, вставай». Вот с этого мема все и началось. То есть, ну, как бы, мы в один день пришли, не на запись, а просто мы уже как-то общались так тесно, они что-то пришли. Мы такие, что будем делать? Мы уже или после трека какого-то, что ли? Ну, не знаю, неважно. Да, 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 что-то такое, короче. Просто пришли, типа, рофлу. Мы просто хотели, типа, давайте запишем трек про мем, потому что, ну, он сам разойдется, можно на рекламу не вкидывать, ничего. Такие, а что мы как назовем, типа, втроем назовемся? Давайте, ну, про мемы же супер-мем тогда. Как бы у нас еще был вариант бизнес-мем, но подумали, что это как-то слишком заумно. Люди не поймут, что за бизнес-мем. Короче, просто супер-мем написали, просто выложили, и там что-то меньше, чем за год, сам по себе трек на плейлисте ВКонтакте собрал 10 тысяч прослушиваний. Как бы на плейлисте это прослушивание, как бы, ну, не странно, самого плейлиста, то есть, когда сам трек прослушиваний там, они не фиксируются почему-то, то есть, и гораздо больше. То есть, в общем, трек разошелся просто из-за мема. То есть, люди там гуглят, ержан, и как бы трек находится, и все. Ну, и после этого мы смекли, что, блин, а людям-то заходит такая попса для всех заходящей, давайте-ка начнем делать треки, типа, как группа, организуемся, и вот с этого все пошло. Всего треков у нас 30. А, не-не-не, именно тупорылых. Именно, которые связаны с мемом? Нет, всего 30 штук. Вот недавно 30-й вышел. Это именно от группы 30. Таких сольных у нас там больше 200. Да, там побольше. Сольных полно. Ну, мы там демки записывали в свое время, там уж начинали как бы. Да-да-да. Кроме за батом, так сказать. Это очень интересный момент. У нас, короче, да. У нас есть правило такое. Правило трех. Правило трех. Если двое что-то говорят, а третий не согласен, третий идет нахуй. Да, уж извини. Нас большинством, типа, решаем. И мы никогда не ссоримся, кстати. Мы за вот эти два, ну, за четыре года, блядь, ни разу не поссорились. Ни разу такого. Ни разу не было такого, чтобы кто-то на что-то обиделся. Чтобы понимали, это очень, ну, то есть, это уникально, на самом деле, херня. Всегда в группах срутся люди. Всегда. Потому что это музыка у каждого свое в башке, типа. Да. Очень сложно отказаться от идеи, которую ты прям, ну, думаешь, ну, все, ребят, ну, это выстрелит. Пожалуйста, на доверие, пожалуйста. А все тебя шлют нахуй, потому что двое не согласны. И вот. И вот так работает. Расскажи историю про Прометея, типа. Да-да-да. Знаете, Прометея ВКонтакте дается сообществом, который там у них актив поднимается. И ВКонтакте им за это как бы дает, чтобы они там в рекомендации попадали, распространяли все записи и так далее. И у нас вот по треку Ержан, вставай. Ну, наши, короче, знакомые сделали под нему мультик восьмибитный. Ну, такой трэшовый, забавный. Просто выложить, как контент в группу. Павловый. Привет, Павл. Да, Павловый, респект. Салют. Вот. И, короче, мультик нам сделали, скинули. И мы такие, ну, нормально, можно выложить. Просто пускай будет, пускай люди посмотрят. И Камиль такой, не-нет, это навредит нашему имиджу. И он какой-то, он слишком трэшовый, он не крутой, некачественный. Мы называем это песок. Он песок, мы называем. Это шли вы, нахуй. Это называется песок. И, в общем, сложилось так, что в этот момент по правилу трех, как бы двое проголосовали типа за то, что выложили. И такие, ну, ладно, мы же большинством решаем. Выкладываем этот мультик. И в этот день, через пару часов нам прилетает Прометей. И у нас сообщество попадает в рекомендации. И у нас по несколько миллион просмотров сразу на постах. То есть прям вот все вообще, все идеально. Сразу мы в рекомендациях везде светимся, у нас просмотры все текут. И мы на Камиле смотрим, такие, да. Не-не, пошли вы нахуй, короче. Я буду так сесть. Пошел. Вот такая фигня. Да, мы все втроем продумываем. Каждое слово, грубо говоря, мы полируем. Чтобы троим, ну, или большинству, двоим из трех, если нравится, все оставляем точно. Мы, короче, отталкиваемся от бита. Получается, Ильдар делает бит. Смотрите, вся музыкальная составляющая, то, что он бит, вот там все. Это я, короче, за компьютером. Да, у нас звукорежиссер. Все, и я. То есть я бит пишу, потом, как бы, мы записываемся, я свожу, и все. Вот, как бы, вот вся музыкальная составляющая. Короче, мы не мешаем профессионально просто. Ну, такая ситуация, да. Вот так. Я просто музыкой давно занимаюсь. На самом деле, музыкалку ходил еще, когда еще мелкий, со второго класса, что ли, 7 лет у меня сейчас аттестат там вроде где-то валяется, что-то. Ну, это не... Тендер-жили? Да, мы пели на хоре там татарские песни, вот. Ну, то есть, как, музыкалка есть? Окей, я на баяне играл. Все очень плохо. На баяне, ладно. Ненавижу баян. Ну, родители засунули, мне было место там, что-то еще. Но даже так, если, ну, вот, всем посыл всем родителям, детей, музыкалку, это хорошо, дети пускай развиваются, это плюс. Пригодится. Да, это мозги развивает и вообще это полезно, короче. Вот, суть чем? Потом что-то начал там брынкать, что-то на, ну, типа, на компьютере что-то писать, писать, писать. Потом что-то с ребят собрались, открыли студию, потом все ушли, как бы я один остался. Вот, как бы это очень-очень вкратце такая история. И вот я как бы уже, получается, ну, там, 10 лет, 12 пишу музыку. Очень с раннего возраста я начал писать на компьютере музыку. Я могу написать что угодно, типа, начиная от рока до чилл степа, до какой, EDM там, еще что угодно, рэп, неважно, трэп, что хотите я могу написать, потому что ну, типа, человек, который в сэмплах разбирается в программе целиком полностью и все может нарезать, ему, в принципе, не важно, что писать. Я могу и ударки написать неживые, типа, и живые могу свести, это вообще суть не имеет, и голос могу подвести, такая фигня. Просто универсальное, как бы, ну, вот, знание. Вот. И, то есть, мы когда работаем, то есть мы битв пишем как бы втроем. Как бы втроем. То есть понятно, что техничес... Как бы втроем. Да, техническая уставляющая... По лицу все понятно, да. Делает им дар, но мы, как бы, с ним советуемся, по счет того, типа, в ту сторону ли бит делаем, профессионально, что ты делаешь? Один все делает, а мы профессионально не мешаем. Очень профессионально. Это тяжело. Это, на самом деле, труд. Это целая работа. Короче, когда идея трека появляется, уже какой-то бит, нарезка, там, что-то еще, мы начинаем думать над вообще, ну, посылом каким-то, что-то там. Ну, идей, короче. Ну, да, идей. Дело не в том, что мы что-то там наковырились кальяна, поймали атмосферу, и мы такие все на релаксе. Нет. Мы думаем, как бы это зацепило людей. Чем бы вот поймать, как бы, ну, то есть... Да, мы... Триггерные слова, короче. Мы очень тщательно подбираем слова. Каждое слово, типа, вызывает ли оно, как бы, реакцию? Зацепляет ли оно человека? То есть, если мы оставим такое слово, оно, ну, либо у него, ну, прослушать, пройдет, либо он его запомнит, захочется переслушать, повторить. То есть, мы делаем вот, ну, как бы, с пониманием того, чтобы широкой массе зашло. То есть, у нас такой вот, как бы... Да, забавная вещь. Мы, как бы, все треки, ну, мы не скрываем, делаем полностью бессмысла. Да, мы сами это признаем, типа... То, что люди как бы хавают... На самом деле, мы смотрим вот интервью, да, людей внутри популярных, они все говорят, о, мы такие, там, знаете... Все, ой, там, со смыслом они там пришли. Я там скучал по ней, там, горевал, там, ну, это, типа, он сику зако... Все, то есть, у него все, он там думает, что он... Нет! Это так не работает! А там слова, короче, танцпол, кока-кола, блядь, жопа, типа... Они вам все врут! Это не так! Вы на студии сидите, там нет такого! Это не может быть ищем оттолки, да? Да, да, там нет такого! Ты просто, ну, типа, ты знаешь, что людей цепляет, ну, типа, это, как, не знаю, ну, как аферист какой-то, наверное, и все. Это как, знаете, как Макдональдс, типа, как фастфуд, ну, я-то знаю, и... Или как, типа, аттракционные фильмы, такие боевики, фантастика, вот, типа, трансформеры. Все приходят посмотри на спецэффекты. Какой там сюжет? Да кому какое дело? Кого звали? Самое интересное, это, когда, как бы, люди пишут, типа, ебать, там смысл, глубоко пиздец, и мы такие, типа... Некоторые люди умудряются его найти, и мы такие, что с вами не там? На самом деле это клево, то, что кто-то находит смысл в наших, типа, треках, это очень круто, типа. У нас есть треки, в которых ты реально, ну, текст вот читаешь и думаешь, ебать, это сильно, типа. Вау, вау, думаешь, да, ну так-то это по жизни все, ну так-то это реально, как бы, думаешь, а по факту, ну, нет, ну, нет, мы писали для того, чтобы просто цепить человека каким-то, ну, то есть триггерами, какими-то словами, какой-то жезой, чтобы он, как бы, себя там... А, у нас сразу есть, короче, про танцпол, сейчас Игорь ее скажет. Танцпол всегда варант. Вот. А варант это такое исковерканное слово-вариант, мы его нам так проще, как бы, в обиходе используем, чтобы между собой нам веселее. Так, варант звучит смешно. Да, ну, короче, у нас много, на самом деле, таких локальных шуток, которые... Ну, короче, как-то так, минимум смысла, максимум, с каких-то слов цепляющих, типа. Это неплохо, мы делаем как бы музыку для наслаждения, людям нравится слушать, а там ничего нет, как бы, зазорного, плохого. Нет, как бы, кто-то любит смысл музыки. Пожалуйста, никто никого не осуждает. Просто каждый выбирает сам, и тут, как бы, все, ну, субъективно. Да, но если вот в общем подытожить, то мы, по сути, по сути, от начала до конца все делаем вместе. От начала до конца. Просто какие-то технические моменты, кто руку... Ну, например, Игорь там за обложки иногда отвечает, но Игорь в основном всегда... Ну, да, дизайн обложек там. Да. Он, как бы, делает там, ну, техническую сторону и нам показывает. Мы такие, да, идет, нет, говно, типа. Если что-то поменять, я меняю, как бы, идею, допустим. Не важно же, по сути, не важно, кто сидит за, ну, прибором. Важно то, что, ну, типа, то, что мы, как бы, да, говорим, да или нет, да или нет, да, нет. Главное, чтобы идея зашла, чтобы сделать именно что-то, вот, ну, в грамотную сторону, да? Да, да, да. Мы просто направление, как бы, пододвигаем все, и все в одну руку, втроем идем вот такая. И втроем, кстати, решать вот это все гораздо легче. То есть все моменты сходят на нет. Все нюансы. Если двоим нравится, все, это мы делаем, и это, как бы, срабатывает. Ладно, это работает, мы не трогаем, все. Ну, это как трек на заре, ну, который у нас еще не вышел. У нас, короче, демка есть. Называется на заре. И, как бы, он им двоим пиздец как нравится. Этот настолько хуёво, типа, что он пиздец, короче. Он очень плевался. Да, да, для него это вообще, типа, трешка. Пром, короче, не мое. И, как бы, они видели мое лицо в этот момент, типа, просто сделал вот так. И, как бы, Эльдар говорит, я сейчас въебу, говорит, если ты лицо попроще не сделаешь. Если трек зарвет, выйти от хуя. Если трек зарвет, ну, они меня от пиздец, да. Да. Так вышло, что я с детства, получается, слушаю рэп. Ну, прям вот рэп-рэп такой. Но не андеграунд, там вот не вот это, типа, ну, это не мое. Раньше я слушал рэп со смыслом. Может, знаете, исполнители Steam, Никита Легосев. Ну, вот он прям для меня эталон был раньше, вот, когда я рос, получается, вот на этой музыке. Потом в какой-то момент я начал слушать рок, но через два дня понял, что это все хуя. Придурок. Придурок. И, короче, обратно вернулся, получается, к рэпу Steam. Стольный град, пацаны там с Украины, короче, были. Ну, вот со смыслом я раньше всегда слушал. А потом тимы белорусских, там, ЛДЖ появились, я думаю, да нахуй смысл. Конечно, конечно. И так заебись, типа. Ну, получается, я с детства реально слушал рэп, постоянно что-то там фристайлил, стихи писал в детстве. У меня блокнот был, в котором я писал стихи. Ну, тупые, конченые, но стихи... Никому не нужные. Никому не нужные, короче, да. Потом я, получается, музыку делал, когда сольно, тоже, получается, делал треки со смыслом. Понял, что нахуй они никому не нужны. Потом сделал альбом танцевальный, ну, наподобие ЛДЖ. Там, короче, Дип Хаус, прямая бочка, вот это все. И он зашел раз в 50 лучше, чем то, что я делал со смыслом. И тогда я все понял, думаю, нахуй, короче. И все, и после этого мы начали делать музыку вообще без смысла. Ну, просто, чтобы ушам было в кайф, типа, и все. Нет, на самом деле, на самом деле, есть два пути так-то. Если вы хотите музыкой заниматься, всегда, если... Нет, есть три пути. Ну, на самом деле, есть три пути, да. Три пути. Ну, можешь кратить. Есть хуёвый, еще хуёвый и наш, типа. Нет. Посередине. Можно делать со смыслом. Можно писать стихи, там, творчество. То есть мы не говорим, что, как бы, музыка — это только вот фастфуд, только параша, только вот для уебанов. Мы так не говорим. А, можно я привет передам? А, да. Эйтин, ты красавчик. Главное, не сдавайся и дальше хуярь музыку, типа. Эйтин красавчик. Просто его никто не знает, а он... Ну, вот, например, да. Ну, очень хорош, типа. Я очень много исполнителей знаю, которые делают вот именно музыку от души. Кайрайдер, допустим. Нет, Кайрайдер, там, Умар, Логос. Ну, вот, они делают как бы для себя. Можно так делать. И мы все понимаем, что так можно. Мы, по сути, так все и делали, типа. Все так, наверное, начинают. Да, раньше. Но суть в том, что, во-первых, у нас на этом деньги не поднимешь. Ну, очень тяжело поднимать. Это факт. И популярность, ну, вот, набирается, ну, вот, прям вот по сантиметру, короче. Ну, короче, годами. Как с криптонит, типа. Если ты готов, ну, потратить, там, 8-9 лет, 12, типа. Да, 12 лет, 15 лет, возможно. То можно быстро. 8 лет, Мияги, там, сколько? В Мияги, вот, по-моему, до того, как взорвало, 8 лет он потратил. Да, да, да. Еще что-то такая информация. Это долгий путь, типа, мы его называем. Во, да. У нас год, уже лейбл. Мы тут у вас на стране FM. У нас все красиво, хорошо. Понятно, что если деньги вложить, там, дайте нам 3 ляма, да, мы в чарте будем, там, еще что-то, понятно. Но мы как бы не вкладывались. У нас без денег, например. А суть в том, что мы просто делаем тупую музыку для тупых людей. Но это, может, я обидел. Нет, это грубая формулируя. Не совсем, нет. Да, понятно, что это не совсем так. В смысле тупых, просто бессмысло. Это утрировано, да. Ну, мы же все адекватные люди. Мы, допустим, заходим в чар, там, как дела, кадилак, но это же идиотизм. Понятно, что это, ну, то есть, вот. Ну, звучит-то клево, типа. Вот. Да, главное, чтобы качал, и все. Это единственный главный параметр хита. В этом ничего плохого нет. Признаться, то, что ты делаешь как бы музыку для толпы. Пускай как угодно можно это назвать. Как угодно. Это не обидно. Ну, я сам дегенерат тогда, окей. Я слушаю эту музыку, я слушаю чарт. Я сам дегенерат. Ладно, это не обидно, но суть в том, что это звучит хорошо. Какая разница, типа, какая разница? Это могли быть инструменты, которые голос заменят. Ну, то есть, суть не в смысле там, вот, я про это хотел сказать. Там, Лондон, вы знаете, в чарте там есть там. Ты меня что-то... Ну, короче, там бессмысленной херни полным-полно. Между нами пальба. Вообще, в детстве я слушал Диад Мауса. Есть такой электронный исполнитель EDM. Он Электрохаус пишет. Вот. Ну, и комплект Страстиль. Ну, такое, короче. Очень электронная музыка. До этого, до того, как у меня студия еще была, я электронную музыку писал. И я вообще рэп не слушал. Мне от рэпа вообще тошнило. Ужасно. То есть, прям вот... Поэтому у него хороший слух, короче. Да, да. Ну, нет, я рэп вообще там что-то... Тогда еще Гуф, там что-то Центр. Ну, у меня пацаны слушали, друзья, типа, я вообще плевался. Не думаю, электронщину слушаю. И когда я находил людей в Казани, которые слушают Диад Мауса, я вообще просто ссал отчасти. Ну, типа, это такая редкость. Очень жаль, что у нас в стране не слушают электронную музыку. Потому что... Ну, типа, у нас люди привыкли. Вот. У нас, как бы, очень сильный акцент на самом исполнителе. Ну, например, там, Фейса возьмем. Если... Ну, то есть, как бы, он же взорвал даже в основном не музыкой. В основном. Он взорвал своим... Ну, как бы, вот своим образом. Провокационным вот этим посылом. Маргер Штерра идеально подходит. Маргер Штерра идеально описание. Да. Он человек похуист. Он срёт в толчке, фоткает в истории и, то есть, ему вообще насрать. Красавчик. Говорит, что доставьте мне... То есть, вот, понимаете, он такой человек, как бы, вот, человек, как бы, вот, провокатор. И люди не цепляются даже за музыку. Пускай он напишет полную хуйню, но она будет в чарте, потому что человек такой. У нас такое мышление у людей. А в Европе, вот, то есть, в чарте, там, ну, то есть, есть люди, которые, ну, вот, просто человек, он похож на рокера, который не моется уже месяц. Понимаете? У него нет ни образа, ничего, но музыка хорошая делает. И люди слушают его за музыку, а не за образ. У нас немного другое мышление в стране, типа, поэтому мы слушаем, как бы, мы слушаем не музыку, мы слушаем артистов. Личность, мы слушаем, типа, личность, которая нам интересна, за которой следить, как бы, наблюдать. Вот, поэтому, как бы, ну, то есть, мы тоже стараемся за образом своей следить, что-то там, ну, то есть, активничать в инстаграме, ну, в сетях. Да. А вообще, по жизни, я, наверное, могу сказать про себя, что я больше меломан, потому что, ну, я так замечал, что мне может вообще, наверное, в зависимости от настроения, нравится все. Например, в детстве, в школе, вот, было популярно слушать, допустим, всякий такой пацанский рэпчик, там, Гуф, Центр, Птаха, и я, как бы, слушал, потому что, ну, все слушают, это круто, я, вроде, слушал, ну, ладно, нормально. Потом уже, как бы, с взрослением поменялись вкусы, уже, как бы, больше музыки стало разной, и я реально ловил себя на мысли, что я могу послушать и рок, и рэп, и попсу, и, как бы, ну, мне больше нравилось все. Наверное, из-за этого мне как-то легче сейчас, как бы, ну, подстраиваться под то, что мы делаем. То есть, какой-то мы берем проект, какой-то другой жанр, направление, и сразу переключаться легче, потому что я, как бы, ну, все сторонние, как бы, ну, рассматриваю музыку, потому что мне, как бы, она вся нравится, в принципе. Вот, конкретного жанра, как бы, я, ну, не выделяю для себя. Но в детстве, ну, как бы, до взрослого возраста больше нравилось слушать рэп, да, конечно. Современная музыка в России, это, ну, то, что в чарте у нас, допустим, но там не все, типа, бессмысленная фигня. Там есть исполнитель Хэнси, и вот его трек поболел и прошло. Но там видно, что он это искренне говорит. И ты беспощадно, кто это, Джонни? Джонни, да. И вот Джонни с треком «Ты беспощадно», ну, там, он орет, ну, типа, он не просто это говорит, как робот, типа, он это искренне говорит. Душой, как будто бы, дает микрофон. Возможно, он знает, что так нужно. Возможно, понимаете? Это очень тонкая грань. Ну, типа, обмануть слушателя очень легко. Ты будешь думать, что человек как-то переживал, еще что-то. Людям, которые, наши фанаты, им тоже постоянно пишут, а о чем ты думал? Типа, у тебя расстался в этот момент с девушкой или что? То есть треки есть, которые душевные? Люди тоже спрашивают. И я такой сижу, думаю, ну, да, да, на самом деле нет, нихуя. Понятно, что я просто написал, зная, что человек это затронет. И возможно, возможно. Например, тот же самый Джонни тоже так же писал и тоже так же исполнял. Это как артист в кино. Он переживает роль тоже через себя. Ну, понятно, да. Но он же не, как бы, ну, это же не тот человек. Хотя ты смотришь и веришь просто. Ну, то есть он настолько хорошо играет. Это профессия такая. Вот. И как быть слушатель должен это, наверное, понимать. Наверное. Но с другой стороны, вот, как бы летать... Не, ну, может он реально искренне себя делает. А может реально искренне. Летать в иллюзиях на самом деле приятнее, наверное, думать, что он там искренне, потому что ты под себя подводишь, под свою жизнь, под свои какие-то, ну, там, какие-то чувства типа. И вот. Ну, да, в чарте, как ты говоришь, да. Там полно такого. Да-да, типа, до кого-то. Нет, это дело вкуса. Ты там писал, я лежу, твою... Пизду? Да. Лил Уэйн. Нет, как бы, есть люди, которые плюются же на современную музыку, такие, типа, ну, что это за, типа, за бред, за говно? Нет, мы так не думаем. Мы все понимаем. Мы так не думаем. Нет, мы понятно, мы все понимаем. Но это просто дело вкуса скорее. Просто им, как бы, обидно, что есть, ну, действительно талантливые люди, которые делают прям, ну, божественный звук, там, поют, как ангелы, и даже никому неизвестно, у которых даже 10 тысяч аудиторий нет. То есть, может быть, это печально со стороны то, что какие-то люди больше, как сказать, над этим работают, над своей музыкой, вкладываются, но у нас это, наверное, все упирается больше в общество. То есть, то, что люди, как бы, любят, хавают, ну, на то и будет спрос. То есть, если люди не любят слушать какие-то умные мысли, какие-то лирические, как бы, изречения, они будут слушать просто, типа, качи, как бы, из чарта. Золбежку типа. И да, это будет популярно. То есть, это, как бы, ни хорошо, ни плохо, это как, ну, сущность, вот, российского слушателя, допустим. Не, может, это как-то грубо звучит, типа, но зато правда. Музыка ок. Знаете, что не ок? То, что, вот, если ты мажор, допустим, вот у тебя в родитель, там, ну, там, в Роснефтераку, допустим. Адвокаты, да, адвокаты, допустим. Окей. И вот ты можешь вложить, ну, допустим, они тебе дали, там, совсем они не переживают, тебе дали, там, 10 лямов, допустим, да, на протяжении трека одного. Ты накрутил себе 300 тысяч. Суть в чем? Вот ты попадаешь в чарт, и из-за того, что ты в чарте, как бы, люди заходят вообще сейчас ВКонтакте, типа, включают, там, рекомендации заходят, там, для вас, обзор, там, все такое, что, рекомендации, чарт там, включают, и все, включили и слушают. Все, конец. И они вообще забыли. У тебя прослушивали на курсе, потому что ты тоже в чарте, там, на третьем месте ты купил, типа. И как бы вот, и тебя слушают, просто потому, что ты в чарте. Окей, ладно. Потом у тебя следующий трек уходит, видно только из-за этого. То, что у нас можно купить популярность, можно купить прослушивание, можно купить вот это вот, ну, то есть, чтобы тебя слушали. Если вот это все отключить, я думаю, и у людей бы, на самом деле, ну, как бы, они уже начали бы думать, что они слушают. Потому что, на самом деле, никто из нас, и не вы, и не я, не выбираем, что слушать. Мы не ищем, как бы, музыкантов, которые нам нравятся. Мы не ищем музыку, которая нам нравится. Мы не пытаемся в этом разобраться. Мы просто включаем чар, мы где-то услышали на радио. О, это популярно. Да, мне понравилось. Но мы же не ищем это. Нам это включили, мы, ну, как бы, о, да, это вроде прикольно. Мы даже не знаем... Вот вы, например, знаете, какой вам стиль нравится, Карина? Ну, какой, например, вот вы вообще, ну, типа, попса, не попса, вот. То есть мы даже в стилях не разбираемся. Не то, что, как бы, то есть в артистах, там, еще что-то. Мы даже стиль не знаем, какой нам нравится. Мы просто слушаем то, что нам дают. Чем кормят, то и едим, типа, вот такая фигня. Вот это не ок. То, что у нас, как бы, делают треки — это хорошо, на самом деле. Вообще то, что у нас аудиоиндустрия растет — это отлично. То, что лейблы есть, то, что вот страна FM — вам респект огромный, это вам привет всем. Вы тут нам всем понравились, вы все красавцы. В это прям вообще респект огромный. Лейблы точно нужны начинающим музыкантам, потому что, как минимум, лейбл вкладывается в тебя. Капитал, да. У всех есть такие суммы, чтобы... Естественно, нет денег, типа. Ну и плюс, как бы, из-за лейбла мы здесь. Да. Есть у них какой-то конкретный путь развития, какая-то вот структура работы с артистами. То есть, допустим, вот мы только начали группу, мы не знаем, что как, а они уже как-то конструктивно, нас направляют как что. Там уже какая-то есть такая, ну, взрослая юридическая подоплека. Там документы уже какой-то серьезность чувствуется. Ну, то есть, с лейблом как минимум легче. То есть, они берут весь груз работы на тебя, ты просто там пишешь песенки на студии, грубо говоря, в кайф. И с ними, я считаю, гораздо легче. Но каждый выбирает по-своему, на самом деле. Кому как удобнее. Нет, знаете, почему люди плюются просто на лейблы? Потому что, ну, типа, вот человек думает, вау, лейбл, типа, меня сейчас возьмут, там, меня раскрутят, там, типа, я буду все популярен. Так не работает. Вообще, вообще, во-первых, лейблу вы не нужны. Ну, изначально, типа. Изначально, да. Вы, как бы, ну, для лейбла вы просто вот, типа, вот, как бы, какая-то субстанция, которая какие-то демки кидает, и все. Вы не человек и никто. Ну, как, то есть, ваши интересы лейблу не интересны. Ваши какие-то там, ну, то есть, какие-то увлечения, еще что-то. Нет, вообще насрать на вас. Поймите, это важно. Это важно. Всем на вас насрать. И это нормально. Не надо на это обижаться, типа. Ну, то есть, думаю, что, типа, что, там, меня не слушают. Это как работа. То есть, если ты не делаешь, там, грубо говоря, товар, кто, почему должен кто-то покупать, из-за этого как-то что-то стараться делать. Да, лейбл, это как просто, ну, то есть, вещь, которая тебя, ну, то есть, немножко можешь подтолкнуть что-то. Ты главное, типа, делай, ты понимать должен, что лейблу нужны треки, которые, типа, приносят деньги, не которые тебе приносят какие-то эмоции. Бизнес, короче. Это бизнес, типа, да. Люди зарабатывают на тебе бабки. И надо это понимать. В этом ничего плохого нет. Если ты подписываешься, тем более, ты это уже понял, получается. Ты же договор подписываешь. Ты же взрослый человек, амон. Ну, типа, вот. Заподписал, все окей. Кидай демки, получай бабки, то есть. И вот так. Ну, вот чисто деловые отношения. Там уже про творчество что-то. Это уже твое все, вот в тебе. Не надо вообще с творчеством уходить к лейблу, типа. Если ты хочешь творчество делать, делай вот демки свои, вот в этом кругу. Потом у тебя будут фанаты, там, еще что-то. Девчонки, там, окей, ладно. Но, как бы, к лейблу-то не надо все это носить. Поэтому люди плюются, говорят, что лейбл, типа, это что-то там, о, там, что-то не поделили, еще что-то. Нет, ладно, конкретно вопрос денег, там, что-то у Трил Пилла был какие-то там, по-моему, с Warner Music, типа, какие-то там недоговоренности. Это понятно. Но это финансовые какие-то проблемы. И вообще, на самом деле, я мало чего слышал, кроме этого случая, больше ничего припомнить не могу. И только есть вероятность, что он скорее, как бы, хотел привлечь к себе внимание, там, может, какие-то новые треки распиарить. Вот, именно. Я в это больше поверю, чем лейбл, что-то там. Правда, где-то посередине, как бы, неизвестно, кто прав, мы там не были, поэтому сложно судить. Лично у нас, вот, у нас лейбл, Warner Music, Russia, типа, мы подписаны, как артисты. У нас, ну, в финансовом плане, никогда никаких ни вопросов, ни проблем, отчетность, там, еще что-то, у нас все всегда в цвет, все отлично. Все вовремя. Никаких вопросов. Лейбл суперский, у нас, типа, вот, респект им большой, то, что мы здесь, Warner, вы красавцы. One Love. One Love, да, но это не к тому, что мы здесь хотим в жопу подлезать, нет. Ну, по факту так, по факту, мы вот год работаем, типа, у нас никаких нареканий. Мы здесь, как бы, да, вот, как бы, наглядный пример того, как они работают. Да, никаких нареканий нет, вообще все отлично. Поэтому мы, ну, типа, если ты хочешь делать сольно и хочешь сам себя продвигать, у тебя какие-то родители можете помочь или ты сам работаешь, там, ну, я имею в виду, деньги нужны, поэтому, ну, то есть, хочешь, делай, ну, как бы, если тебе нужен пинок какой-то и ты готов работать на какой-то, на попсу, там, еще что-то популярное, ну, конечно, лейбл, там, отправляй демки, да, конечно, да. Находи связи, крутись. И еще небольшой, типа, совет для тех, кто все-таки решит, ну, как-то связать себя с лейблом с каким-то, если, как бы, вы подписались на лейбл и какой-то трек выпустили от них, и он, как бы, не взорвал. Не надо думать то, что это лейбл, там, хуево работает или, ну, так далее. Просто трек хуевый и все. Да, просто ты уебан. Ну, просто делать и делать и делать. Просто делаешь и скидывать демки и так далее, так далее, так далее. Да, да, пока не взорвет все, не сдаваться просто делать. Ну, на сколько уже треков под лейблом вышло? 16, дед, наверное. Альбом в 13 треков. Ну, короче, неважно, вышло дофига треков под лейблом, типа, да. И мы не думаем, что они херово работают. Нет, просто мы хуйню делаем пока, что получается. Мы не написали тот трек, который взорвет всю страну, типа, приходим к своему, как бы, какому-то стилю или что-то еще. У нас и на радио уже крутили, то есть и в новинках рекомендации уже были, то есть и в плейлисты попадали там в Apple Music. Да, но хит просто пока не написали, вот, который прям по всей России разойдет, у нас просто пока его нет. Но будет, это сто процентов. Как бы нет виноватого конкретно, тут все делят, как бы, свои обязательства пополам. Лейбл делает свою работу, мы делаем, нужно просто, типа, ну, не говорить, что кто-то виноват, а дальше работать, стараться. В конце концов, если кто-то проебался, то это точно ты. Точно ты как артист. Главное на себя сначала посмотреть, прежде чем кого-то в чем-то упрекать. Да, да. Мат в песнях — это, наоборот, мне кажется, почему он мешает, я объясню. Потому что на радио он уже не попадет. Нужно будет делать специальную версию без мата, чтобы его взяли на радио. Если в плане распространения трека, типа, да. А в плане того, что школьники любят мат, типа, ну, да, да. Но на радио этот трек не попадет. Можно скажу, да. Ну, я вот думаю, допустим, есть такой момент, что из-за мата в треках, вот для детей, тех же школьников, это как запретный плот. То есть есть такие вещи, которые все боятся произносить, но хотят услышать. И там, когда играет какой-то такой матный трек, им прикольно это подпевать, чувствовать, можешь себя чуть взрослее, чуть какие-то плохие они. То есть это такое, как бы запретное удовольствие, что ли, когда перепевать матный трек. Ну, из-за этого может, конечно, он и может продвинуться, но это не решающий фактор. Это как, наверное, счет трека зависит. Если он совсем плохой, то там его мат не спасет. То есть это все очень, как бы, есть баланс в этом. Нет, на самом деле, да, мат — это не плюс и не минус. Типа, там как и плюсы есть, так и минусы. Типа, ну... Моя мама против мат трека. Ей не нравится, ты какая-то она сама. Мам, привет большой. Я тебя очень люблю. У нас охуенные родители. Ну, в смысле, обожаю своих родителей. И вообще им респект большой, да. Плюс-плюс. У нас с ней больше на доверии, что ли, какие-то отношения. Она просто, допустим, говорит там, типа, ну, вот, мне не нравится то, что вы там про девочек, там, ну, обижаете их, типа, поете там, ну, там, сука, типа. Ну, типа, это же неприятно, она же сама девушка. И как бы я все говорю, ну, просто говорю, мам, на доверии, типа, все нормально. Типа, это по плану, типа, ты же видишь, у нас все хорошо, значит, мы все делаем правильно. И она такая, ну, да. Да, да, да. Нет, родители все, все понимают. Они все понимают. Типа, да, спасибо им большое за это. Это вообще... Обожаем вас. Единственное, конечно, бывают моменты сомнений, то есть, типа, а что ты там не делаешь акцент, допустим, на учебу, найди там нормальную работу. Ну, то есть, это очень такой, очень как бы спонтанный путь, то есть, как бы, который ничего не обещает. И поэтому, да, у них есть сомнения, порой, которые они рассказывают, но мы пытаемся как бы объяснять, показывать какие-то свои успехи, результаты, что это к чему-то приведет. Это как бы дело выбора. То есть, они же привыкли к более какому-то старому складу ума, когда такого, ну, и в помине не было. Как ты на музыке будешь работать? Что? И как это работает? Типа, да кто там тебя вложит? Тебя обманут там, документ не подписывают. Ну, то есть, вот в таком ключе бывает, конечно, но нужно как-то тоже как-то освещать, показывать, что как сейчас работает, то, что мир меняется и так далее. Вот, поэтому, ну, пытаемся как-то, да, объяснять, договариваться. Нет, я очень хочу сказать вот насчет родителей, то, что меня, например, родители с самого начала поддерживают и всегда вот, то есть, с самого начала они всегда поддерживали, говорили, давай-давай-давай там что-то. Я им скидывал, треки показывал, он им говорит, все супер, типа, отлично, там, клипы что-то показывал, вот. И вот я хочу... Дело не в том, что мои родители, понятно, это у меня просто повезло с родителями, они такие вот то, что понимающие там, но как бы вот я когда записывал людей, типа, много у кого, много у кого, родители не поддерживают. Говорят, что ты поешь — хуйню, делаешь вообще херню, типа, и завязывай с музыкой, иди на работу. Не надо. Если человек горит этим, ну, то есть, ты как родитель должен это понимать, типа, даже если твой ребенок на этом не заработает, ну, во-первых, он заработал рано или поздно, это просто надо его направить нормально, лучше помочь ему, а не как бы, ну, не обрезать крылья. Просто, ну, рекомендация всем родителям, ну, помогайте своим детям в этом. В творчестве пускай развиваются. Это, ну, во-первых, это никогда, ну, вредно не будет. Это же... Лучше уж они пускай треки пишут, чем там наркоманиту подъезда, ну, камон, камон. Лучше они на студию пускай приходят и делают треки. Есть фразы есть насчет этого? Типа, просто главное, чтобы твой ребенок был счастлив, а чем он занимается, ну, какая разница? Если у него глаза горят... Это же его путь, как бы, его выбор. Да, если он... Ну, вы видели, как люди приходят на студию, вообще, ну, то есть, это человек, счастливый человек, счастливый, он взял трек у него, все, он думает, это хит, сейчас все равно будет слушать, даже если это не так, он счастлив. И как бы родители должны понимать... Маленькое событие в жизни, маленький свой праздник, написать свой, допустим, первый трек. Да, да, ну, это, блин, это вообще счастье для людей. Типа, альбом, это что, это, типа, такой мандраж, это уже все, типа, конечно, это здорово. Про истории. У нас, на самом деле, на студии, вот, на моей, как бы, на нашей, получается, уже теперь, много чего происходило такого странного. Суть в том, что ко мне записалась девчонка на запись с другого города, и она писала с фейка, ну, знаете, ВКонтакте, типа, с какой-то левой страницы, вот, и, как бы, пишет, типа, я хочу прийти на запись, мне сказали, что ты офигенно сводишь, типа, Казань лучший. Я говорю, ладно, приходи, типа, там, поставил еду через неделю, и, как бы, а Игорь что-то рядом был в этот момент, говорит, а что, ну, на студии сидели. Да, а у Игоря такая фишка, он, как бы, людей, там, проверять любит, короче. Он, короче, одну девчонку нашел по фотке, и она, как бы, с окна сфоткала свой двор, он нашел ее квартиру, бля, и он, как бы, ей позвонил, и, как бы, ее папа, говорит, ну, типа, ну, короче, ее папа вышел, Игорь ушел. Да, да. Это, знаете, такой интерес, поиграть в Шерлока Холмса, типа, разгадать загадку, подсказки, как бы, решить. Вот, и он говорит, давай ее пробьем, типа, найдем. Мы ее пробивали, пробивали целую неделю, короче. В итоге все про нее узнали, где она работает, сколько у нее в семье людей, там, кто у нее брат, че оттенок. Как она выглядит, мы тоже узнали. Как она выглядит, где интервью давала, там, интервью она давала. Нашли какое-то выступление в школе в детстве. Да, короче, вас тюпадноготный через интернет. Бабушку делаешь, кошку узнали, какой цвет кошки. Такое время в интернете можно все про человека пробить. Да, да. Ну, как бы, ну, это, на самом деле, хорошо, наверное. С одной стороны. Да. Ну, вот, приезжает, значит, она записывает трек, типа, мы все сделали, короче. Вот, я что-то, а у нас там кольцо какое-то было. Я одеваю кольцо, говорю, типа, я гадать, типа, умею, короче. Да хочешь, я тебе погадаю. Короче, я поставил диктапон, чтобы пацаны, ну, типа, потом скидал пацанам. Нас там не было, чтобы мы, как бы, ну, не мешали процессу. Да, да, это запись пацанам потом скидал. И все, я ей гадал, где-то частная. Ну, она говорит, она потом сказала да. Ну, типа, она вот такими глазами смотрела на меня, типа, просто взгляд со стороны. Допустим, я девушка, типа, приехал в другой город, записывает трек, и про меня звукарь говорит, у тебя мама такая-то, папа такой-то, у тебя кошка такая-то. Да, у папы, там, пять лет назад, там, авария была, еще что-то, и все знает, представляете. Я бы, наверное, ушел, типа. С этими глазами смотрела на меня. Да, кишком домой просто. Я бы тоже ушел, типа, ну, нахуй, типа. Вот, и все, да, она говорит, что-то у нее там джинны приходят, она сразу там подкрутила, там, да-да, джинны. Уже сама подыгрывать начинает, уже все, она погрузилась. Ну, в итоге выяснилось, хорошо, она лесбиянка и наркоманка, но это не суть, она на ковер сала там. Ну, короче, это неважно, уже это неинтересно, ладно. Короче, суть в чем, на студии, на нашей, и такие постоянно вещи происходят, это просто одна из миллионов историй. У нас там на жив стене. Да, все там нормально. У нас там на жив стену воткнуто, поэтому можно подойти просто вот, забрать и, типа, все, защищаться. Ритуально. Нет, у нас там трэп-хаты, у нас там никаких правил, все нормально. Ну, то есть, вот там, там творчество, да. Это все, на самом деле, можно так сказать, что мы распиздя и, там, ну, типа, хуйню за ним. Нет, на самом деле, это важно, потому что на студии нужно быть раскрепощенным. Такой свободный рабочий процесс, чтобы ничего не отягощало. Да, да, поэтому мы бухаем. Короче, там должно быть, так все должно быть, что, ну, типа, вот тебе, ну, легко должно было. Не так, что ты пришел на студию записывать трек, вот такого не должно быть. Ты, типа, ну, это свобода творчества. Как домой к себе, когда мы ходили на студии, там приходишь, как, короче, на работу, типа, давай все, иди, блядь, пой. Ну, и, типа, короче, зажатый, типа, ну, неудобно, да. А там приходишь, как домой, там диван еще есть, на котором бабка умерла какая-то, и, как бы, там все заебись, короче. Это чувствуется в треках? Вот. Бабка чувствуется в треках. Бабка умерла на диване, это факт. Ну, там такой диван, да. Где мы есть, в общем? Мы вообще везде, на самом деле. Мы есть везде, да. Даже в Твиттере. Но мы его не ведем, но мы там есть. Мы просто создали для галочки. Если кто-то спросит, да, мы есть в Твиттере. А там нихуя нет, но мы есть. Насчет ТикТока, то, что вот люди, которые говорят, что он плохой, что там какой-то снимается бред 15-секундный, какое-то школьное говно. Но в чем прикол? ТикТок работает по твоим запросам, по твоим, как бы, интересам. Поэтому, если тебе попадается говно в ленте, то, чувак, с тобой что-то не так. Ты, значит, ищешь говно в ТикТоке. Как бы, какие вопросы? Что? Да, да, да. Про радио? Ну, радио мы не слушаем, наверное, никто, да? Телевизор, радио редко, на самом деле. Мы радио не слушаем. Такое время, как бы, что все в интернете. Музыку нам сложно слушать, потому что мы и так 99% времени в музыке находимся. Уже уши устают. И устают, да. Чтобы понимали, вот есть треки, которые мы 26 часов делали подряд. То есть мы приходим в 3 дня, уходим в 6 вечера с следующего дня. Практически без перерывов. Примерно так почти все треки происходят у нас. Мы не делаем перерывы. Розовая пантера вроде, нет? Да, пантера, да. Розовая пантера. Такая фигня. Ну, то есть мы очень устали. Уши уже, то есть вообще ничего не слышат такая. Ну, то есть вот это все сложно, на самом деле. Поэтому на радио, там, на еще что-то, ну, где-то на тусах, каких-то вечеринках, да. А так сами, ну, не знаю, нет. Обычно охота просто отдохнуть, слушать тишину. Мы же все любим тишину, вот такая. Мы даже ездим, когда в машине, мы ничего не слушаем, просто в тишине, спокойно, как бы, да, в основном. Нет, бывает, когда совсем скучно ехать, конечно, музыку включаем, но вот в основном просто отдыхаем. Уши, в смысле. Да, да. А телек, ну, по-моему, уже никто из наших, ну, вот, как бы, старше 20-ти там. Извините, конечно, но телек я смотрю. Там, короче, канал есть. Да. Там есть канал. НСТ. НСТ. Там ужастики, короче, крусть. Ужастики, пиздец, как люблю. И я, получается, засыпаю под ужастики. Ну, в смысле, он смотрит фильм просто, он не смотрит какие-то передачи современные. Ебнутые, короче. Да, да, да. Но ужастики ван лавка есть. А так, ну, соцсети, ну, там, насчет ТикТока, да, я согласен с Игорем, типа, камон. Да, нет. Надо идти ногу со временем, как-то. Понятно, что не все принимают сразу, но потом такие, а, блин, все-таки прикольно, там можешь что-то найти. Еще пока ты ругаешься, там, на всяких ТикТокеров, думаешь, что они долбоебы, они, типа, бешеные бабки, ну, зарубают. Как бы хейтить всегда просто. Ты сам сделаешь. Ну, да, да. Да, да, есть такое. Грубо говоря. Ну, так поверхностно, в основном, за политикой, конечно, мы видим, что вот происходят какие-то там движения или еще что-то какие-то в стране. Ну, поверхностно, да, наблюдаем. Да. Ну, вот там, я не знаю, например, он подписан на Навального, например. Мне нравится его расследование, там, что-то я смотрю. Ну, не что-то, а почти каждый ролик. Смотри, дорогие дачи всегда интересно. Да, 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 да. Ну, все понимаем. На самом деле, я думаю, что если ты, как бы, хочешь в политику уйти, например, вот Фейс, он очень, типа, сейчас очень политизированную музыку делает. Я думаю, что если ты хочешь вот прям вот целиком уйти в политику, тогда да, тебе туда дорога. Вот ты хочешь, там, вот, с трибуна орать. Но это же надо все-таки, наверное, как-то, ну, себя, во-первых, подготовить к этому, знать, какой у тебя путь ждет, что там явно, ну, не так все просто. И, ну, то есть, вряд ли тебе кто-то, ну, будет там прям поддерживать, еще какие-то лейблы на это подписывать. Ну, то есть, это все сложно. Ты должен понимать. И если ты хочешь такой путь выбрать изначально, только этим заниматься, вот прям вот политику, тогда да. А вот как бы вот там 50% музыки и что-то где-то в куплете бросить там про Путина, я не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, либо надо целиком туда идти и свою линию толкать, свою гнуть, там, свою какую-то информацию людям подавать, там, за счет, как бы, аудитории. Все-таки мы артисты, у нас, как бы, понятно, что есть, ну, лояльная аудитория, фанаты, все такое. Да, можно повлиять на людей. Вот некоторые популярные личности, артисты, допустим, тот же Фейс, вот он выступал на митингах, на согласованных, там, в поддержку, как бы, ратовал. То есть, есть такое вот мнение, допустим, что вот он так поступает, чтобы приобщиться к народу, потому что, допустим, вот есть такой популярный блогер на Ютубе, Стас Айк Просто. То есть, ну, там, у него канал Миллионник, поэтому он известный, как бы. Вот. Он делал расследование про Моргенштерна, как бы, его связь с политикой и, по сути, там, он со всякими фактами, переписками доказал, что вот Моргенштерн и Фейс в своем городе, в Уфе, они помогали согласовать концерт, который был организован местной властью и как-то получали, там, какие-то местные, там, плюшки и так далее. В общем, такой момент, что, как бы, вот, вроде бы человек, там, оппозиционно как-то агитирует в своем, как-то, в своем лайфстайле, там, в блогах, в треках. А вроде, вот, когда удобно, он так делает. То есть, тут тоже есть неоднозначный момент, что кто-то может делать так просто для, ну, так же, ближе к народу. Ну, это уже человеческий фактор, типа. Да, да, да. Ну, один раз ходил на выборы, когда партии были. Я был наблюдателем 2000, каком-то году. Голд, получается. Я не думал, что будут вопросы про женщин. Вообще-то, да. Ну, как ты правда? Ну, давай, похуй. Музыка женщины? Нет. Типа, у артистов не может быть женщины, как она постоянной, потому что, если артист говорит, что у него есть девушка, он пиздит. Нет, на самом деле, ну, нет, у меня как бы нет постоянно девчонки сейчас. Поэтому, там, кто, камеру куда говорить-то? Телефон, там, 8-9. Вот. На самом деле, ну, были отношения долгие, да. Ну, типа, если нужно что-то про любовь сказать. Я, мне, знаете, еще не нравится. Мне нравится архаизм, типа, вот, того, что... Архаизм, конечно, устаревший слово, но я имею в виду, что, вот, например, мне не нравится институт семьи, например, мне не нравится. Не нравится мне это, что все хотят замуж выйти. Вообще, ну, все-все это имеет в виду все. Ну, все же хотят замуж. Ну, типа, девчонка хочет замуж. Хотя смысла нет от этого? В этом нет никакого смысла. И, как бы, вот эту вот, стереть вот эту вот, ну, вообще, этот институт семьи очень сложно, как бы, с мышлением людей. Я думаю, что институт семьи вообще нахрен не сдался. Ну, нахуя он нужен? Камон. Я думаю, в отношениях гораздо важнее. Доверие, например. Честность. Окей, честность. Самое первое. Доверие, уважение. Вот, наверное, три каких-то, ну, столпа. Зачем тебе институт семьи, если ты доверяешь своему человеку? Зачем? Зачем тебе замуж уходить? Зачем? Это нужно, чтобы собрать на свадьбу, одеть платье. Ну, это можно сделать и без, как бы, ну, не обязательно приглашать 400 человек и тратить 2 миллиона на свадьбу. Это не обязательно. Я думаю, что, как бы, лучше? Лучше. Пускай вы доверяете друг другу и все такое, чем вы, как бы, подписали договор. У нас 70%, по-моему, развода в стране. 70 или 63. Что-то такое, короче, за 2018-19 я смотрел. И, ну, вот, а нахуя тогда заженится-то, блядь, если вы разводитесь? 70%, да. Ну, типа, знахуя. Зачем? Зачем? Ну, это тупо. По-моему, тупо. Я не вижу смысла в этом. Лучше. Вы доверяйте друг другу и встречайся. Не, в этом есть смысл, типа, ну, если там, допустим, в сорокет, в тридцатку, типа, потому что там уже, типа, общее имущество, короче, вот эту хуйню делить. Да, ну, люди в 16 женятся, вот. Вот это пиздец, да. Это просто так устоялось в этой стране, то, что там из СССР пошло, то, что вот было принято так, что все, ты, как бы, женишься на человеке, все, вот, то есть, там, договор подписываете, там, всю жизнь живете. Это, как бы, вот все сейчас, ну, новое поколение, которое растет, они смотрят на родителей, что вроде, ну, у них так принято. Да даже не смотрят, родители навязывают эту фигуру. Да, это еще, как бы, страной и обществом навязывается то, что обязательно, типа, брак, это вот, ну, точно надо всем. Да, ну, я не вижу смысла. Я не вижу. Зачем подписывать бумажку, если ты человеку не доверяешь? Зачем? Ну, хуя. Главное, что, типа, отношения людей, а бумажки, ну, бумажки от бумажки, то есть, что они меняют? Не, самое клевое, короче, это, когда, типа, женятся на начале отношений, типа, ебать, я так ее люблю, я так его люблю, и, короче, женятся и через год разводятся, и, типа, в этом нет смысла, типа, надо хотя бы пожить, типа. Пожить год, два, пожить. Да, сначала хотя бы вместе надо провести какое-то, типа, несколько лет. Да даже два года мало, типа. Да два года даже мало, да, побольше поживите, посмотрите. Да вам месяца хватит, я знаю, месяца хватит вам, чтобы понять, что это не ваш человек, и пора сбегаться. Зачем? Кто бы что ни говорил, все пацаны, смотрят, в первую очередь, на внешность. Это все хуйня, типа, там, внутренний мир, блядь, нет, короче. Сначала смотришь на внешность, а уже потом внутренний мир. Ну, типа, это вот, ну, это взаимосвязанные вещи, типа. Плохого ничего нет. Да, 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 ну, как бы, это человеческий фактор, типа. Тут, как бы, всего по чуть-чуть, на самом деле, то есть, важно все. Если человек просто красивый, а, допустим, с ним не о чем поговорить, он... Можно просто выебать. Даже повалить свою жопу, показываем тёлкам, да, вот, смотрите, какая хуйня. Ну, то есть, все визуально, ну, то есть, человек, ну, ну, не знаю, 90% информации через глаза получаем. Мы смотрим на девчонку, думаем, да мы всегда с пацаном едем, о, охуенно идет там, о, еще что-то. Мы по десятибалльной шкале оцениваем у девчонок, типа, о, восьмерка идет там, о, девятка. Ну, да, все пацаны так оценивают, в этом ничего плохого нет. Нет, шкалы не у всех есть. Шкала не у всех. Шкала, кстати, пиздата, но мы и не скажем, что. Ну, да, у нас шкала прям... Ну, то есть, в этом что плохого нет. Ну, конечно, на внешность смотрят. Я, например, ну, мне ноги нравятся у девчонок, жопа нравится. Ну, лицо понятно, первое дело, понятно. Ну, то есть, мне там, миниатюрно, например, нравится девушка, пацанам, ну, как-то на это похуй. Ну, короче, у каждого разное предпочтение, но то, что человек обращает сперва на внешность, в этом ничего плохого нет. Ничего вот. Ну, поэтому мы за собой, наверное, все и следим. Для этого есть как бы, ну, там, специальные средства, косметология, все такое. Одежда, мы же одеваемся, мы же не голые сюда пришли, правильно? Всем понравиться хотим. Вот, вы же тоже не голосеете, правильно? Нам нравитесь. Вот, ну, то есть, как бы, это все не зря и не спроста. И это хорошо, что люди обращают внимание на внешность. Если говорить про женский тюнинг, вот как раз об этом у нас есть история одна. У нас есть знакомая, и как бы у нее сделаны губы, короче, что-то там еще. Я не разбираюсь в этой хуйне, короче. Короче, вся сделанная. Да, конечно, не разбираюсь, что вам брови сделаны. Вырежете, пожалуйста, эту хуйню. Да нет уж, я ж мужик. Так, давайте дальше, короче, там. Тюнинг, хватит, блин. Вот, короче. И как бы мы ее увидели, и как бы я такой сразу думаю, бля, типа, это же, ну, пиздец. Типа, ну, нет, ну, типа, 100% нет, я вам лучше Ильдара выебу, чем ее. Он, короче, тройку и дал, ну, по нашей шкале. Да, короче, я и тройку дал по нашей шкале. Мало, очень мало. А пацаны как бы от 8 и дальше ей дали. Это просто дело вкуса, мне кажется. Тут нет, ну, как бы, прям определенных, типа, это круто или не круто. Тут просто дело вкуса, типа, и все. Кому-то нравится, кому-то нет. Какая разница, на самом деле, кому-то нравится или нет. Если тебе комфортно, хочешь туда, вот такие ананасы себе губы поставь, ну, ставь, ну, ставь. Если, это же твое тело, у тебя одна жизнь дана. Делать, что хочешь. Без перебора, если все в меру, ну, на самом деле. Нет, кто-то с перебором любит, типа. Это дело вкуса. Нет, бывает ситуация, допустим, если девушка, ну, совсем, как бы, у нее внешность природы, как бы, дана, ну, совсем неприятная, и там одежда, косметика не помогает. Бывают крайние меры, когда это, ну, прям вот, как бы, хочется, да, но. А вот бывает, когда просто накачивают, там, типа, раздуваются, потому что это, как-то, типа, течение моды, но это совсем, если с перебором, это ужасно. То есть, на самом деле, каждый, кто как хочет, но лучше в меру, чтобы это было, я считаю, ну, просто. И это, я считаю, вообще, в крайних случаях девушкам нужны какие-то операции, и так далее. Это уж если совсем так природа обделила. Я вообще постоянно говорю, что, на самом деле, обидно за девчонок. Вот смотри, мы, пацаны, мы вот проснулись с утра, мы вот сегодня встали, три часа спали, сразу охуенный, мы проснулись, уже охуенный, мы ничего не делали, толку проснулись, проснулись, все, все, заебись у нас. А девчонкам, бля, там, ну, все, пиздец, надо пиздец, они будут перечислять, там, два часа, это пиздец, точно. И это ладно. Просто суть в том, что некоторые девчонки рождаются красивыми, а некоторые, как бы, ну, хуй, как бы, вот, у тебя, вот ты уебище. И вот за это, ну, это правда, это правда, мы все это знаем, это же правда. Вот за это обидно, потому что, ну, пацан, он как бы характером тащит в основном в отношениях, то есть, ну, то есть, как бы, своим каким-то стержнем внутренним еще что-то там честностью берет. И как, по сути, девчонкам, ну, ладно, если низкий пиздюк, там, 140 сантиметров, как бы, похуй, как пацан выглядит. А мы смотрим на внешность у девушек, да, это важно. И если у нее, ну, лицо, как бы, неудачное, ну, у нее сразу уже… Ну, это тоже такое, типа, у нас, короче, была ситуация, ну, вот с удара… Ну, да, понятно, что каждому какая-то нравится, это понятно. Когда вот я сказал, допустим, это один, типа, он говорит, это 10, ты, типа, дурак, что ли. Да, у нас прям… И как бы вот мы… Бывает непонимание, но, типа, у всех просто свои вкусы, и все. Ну, нет, по сути, страшных девушек, типа, камон. Но все такие… Не, ну, есть жирные, конечно, вот это стрёмно. Жирные стрёмно. Ну, ладно, ну, если все такие, ты в удачной внешности, ты же можешь и там, и блогершей стать, и еще что-то, то есть… И, блядь, ну, то есть, возможности… Ты просто за то, что ты красивая, просто, от природы. Не ты ничего не делала, просто, вот, от природы. Ты уже, типа, можешь что-то, и деньги зарабатывать, еще что-то, и пацана нормально, мажор там какого-то найти, там, камон. Ну, то есть, в этом плане не справедливо, я считаю. Пацан все-таки как-то свой характер, себя как-то, ну, постоянно мы вот мотивируем, там, мы меняемся, там, что-то книги читаем, там, психологические. То есть, ну, как-то совершенствуемся, короче. А девчонки, блядь, нет, вот родилась, все, такая, ходи. Короче, пацаны, у кого проблемы с девчонками, есть, да и вообще по жизни, есть три книги. Первая это… Читать надо последовательно, это важно. Да, есть три книги последовательно надо читать. Это Данияр Сунгалиев «Кирпичи» называется книга, это первая прочитать. «Тип 1» Алан Роджер Кьюри, вторая книга. И Дэвид Икс «Будь жесток». Суть в чем? Не надо читать одну книгу за вторую, третью. Прочитал одну книгу в течение двух недель. Что-то зафиксировал, что-то там понял, еще раз прочитал, еще раз. Пока не выучишь книгу, лучше на вторую не переходить. Ну, на самом деле, как бы это все сложная тема, мы сейчас лучше не заходить в нее, потому что это прямо отдельно и надо часа три на эту тему разговаривать. В чем суть? Если человек не хочет, то мы как бы ему советовали, он читал и говорит, ну хуйня. Да. А человек, который хотел, он прочитал и говорит, ебать, почему вы раньше не сказали про эти книги? Кто вот это интервью будет смотреть из пацанов и поймет, что… То есть у него реально какая-то проблема, еще что-то, ну что-то не получилось, там какая-то ему телка отказала, еще что-то. Вот он сам поймет это, что ему нужно… Он просто запомнит, пишет эти книги, прочитает, и у него все… На самом деле, не столько в этих книгах про отношения с девушками, там вообще про то, как в жизни, типа, себя подать, как вести себя уверенно. Это первое, во второе там именно про девчонок. Во второе, например, да. Второе прямо на девушек направлено, типа да. Ну, короче, это очень… Ну вот, я говорю, мы меняемся, мы читаем книги, ну то есть мы совершенствуем. Девчонка, все, родилась, бля, охуенно, все, бля, сфоткался, пиздец, бля, миллион подписчиков. Ну нет, уже это я утрирую, понятно, понятно. Но я к тому, что, типа, девчонки не выбирают, они рождаются и все, и типа вот я считаю, что это несправедливо. Больше всего меня бесит три вещи в жизни. Первое, короче, это помидоры. Я их не ем вообще с детства, короче. И, как бы, они меня постоянно гнобят, говорят, ты урод, типа. А, да, да, кто не любит помидоры? Мы заказываем пиццу классную, там, папирони или еще что-то. И он сидит эти помидорки выковыривает. Это ужасно. Нам аппетит портится. И, как бы, я вот так сижу, держу пиццу и вот так руками выковыриваю эти помидорки. И, как бы, у меня смотрят, и говорят, у блюда, говорят, отвернись хотя бы. Ужасно это. Просто переводят продукты. Да? Ужасно это. Нет, ла, там, оливки, да? Но многие не любят оливки еще сами. Нет, оливки нормально. Ну, кто? Ну, да, кто-то… Ну, помидоры! Ну, что? Да, а что вы дальше? Хлеб не буду любить, что? Дальше Путина свергнем, а, помидоры? Что это за… Не люблю, получается, помидоры. Не люблю музыку, которая прям быдло-быдло. Ну, там, ну, короче, просто не мое. Мне этот образ жизни даже близко не знаком. Ну, то есть, улицы, там, вот эта вся движуха – это не мое. Не люблю. Мне не нравится это слушать. Прям противно, короче. Охота переключить. А третья вещь, которая меня раздражает, это… Раздражает то, что в чарте одно дерьмо. Так не дерьмо же, мы же договорились, что там не дерьмо. Ну, спустя, договорились. Договорились. Дошли до того, что там дерьмо. А, ну тогда давайте другим. В чарте дерьмо, все, это третье. Но не все. А, ты имеешь в виду, бывает в общем плане. В общем плане, да, но не все. Ну так, да. Имеется в виду, что типа не то, что от души идет, а то, что… Да, то, что просто модно. Ну, это понятно. Ну, не считая, вот я говорю, Джонни и… Кто там второй был? Хэнси. Ну, блин, я очень на самом деле какой-то жизнетранный человек, мне все типа нравится постоянно. Не знаю. Знаете, что я не люблю? Я негатив не люблю. То, что люди пытаются казаться взрослыми, типа кататься казаться какие-то там серьезными. Я серьезных людей не люблю. Они какие-то все нагруженные, как они в этих живут. Ну, типа, ты один раз живешь, один раз, у тебя там 60-70 лет дано, и ты серьезно проживаешь. Ну, зачем? Типа, мы все удовольствие получаем от кайфа, от какого-то настроения охуенного и все такое. Типа, цели в жизни там, ну, не знаю, достижения целей. Серьезным быть, по-моему, некогда. По-моему, некогда. Вот при нашей жизни, вот нихуя. Мы вчера 13 часов ехали по дождю со сломанным дворником, который нихуя не стирает. Ужасно было. А, расскажи про дворник и венок. А, да. У нас вот этот дворник отлетел, короче, в тачке. И он отлетел около венка. И мы такие, Камиль, пошли. А, там, короче, трасса пустая была. И как бы, Эльдар говорит, сходи за дворником. Я думаю, ну ладно, что может случиться, типа. Выхожу из машины, и как бы дождь идет, короче. Дорога пустая. То есть это трасса ни одной машины, ни одного человека. И вот прям тишина, короче. И вот там как бы, ну, как бы рядом был лес. И прям тишина, и там вот ни звука. И как бы я смотрю на дворник, и как бы вот около него венок лежит. Пиздец, страшно стало. Короче, мы подобрали венок. Там оставалось развернуться и домой пойти. Да, да, да. Надо было, наверное, обратно поехать, типа. Мы таки подобрали венок и поехали дальше. Что? Ну, не люблю серьезных людей. Вот я нереально не люблю. Потому что, по-моему, гораздо веселее, когда все навеселее. Типа я не вижу смысла. Что спорить из-за денег, из-за чего-то еще? Ну, то есть это так. Я, может, да, не повзрослел. Ну, возможно, не повзрослел. Но это мне так кажется, наверное. Не знаю. Мне кажется… Но из нас никто не повзрослел на самом деле. Мне кажется, это тупо, короче. Три ребенка. Три ребенка просто, да. Повзрослеть мы всегда успеем, окей. Мы всегда успеем. Ну, пятьдесят повзрослеть. Ладно, и хуй с ним, типа. Успеем. Короче, вот. Наверное, вот это… Ну, из музыки что? Я рок не люблю. Вот это скрим. Это личное предпочтение. Рокерам всем респект. Ну, и хуй с вами, типа. Не мойтесь, не мойтесь. Ладно. Что вы там, гнилые собаки. А, ну, и знаете, что меня еще бесит? То, что у нас мир разделен на страны. Я хочу, например, в Канаду съездить, а мне какая-то виза нужна. А я на планете родился и не могу этого сделать. Он же не выбирал, где родиться. И какой-то чувак из какого-то там ЮАРа не может полететь в какую-нибудь там Бельгию или в какую-нибудь там Швейцарию посмотреть на мир просто потому, что он не там родился, хотя он не выбирал. Все эти разделения, народы, нации, расы. Словности такие. Еще религиозных людей не люблю. Лучше дальше. Больше меня всего бесит это, наверное, вот в первую очередь это вот в основном устои современного общества, допустим, России. Вот эти все моменты те же про то, что институт семьи, то, что навязывание вот этой свадьбы. Старый склад ума, допустим, у наших родителей в те же моменты, допустим, когда они не верят в ребенка в том плане, чем ему заниматься. То есть вот в основном, как вот старое поколение сейчас, ну, чем-то мешает и влияет новому. То есть мир меняется, а они нет. Они привыкли жить уже как там по талонам, брать еду, грубо говоря. И то есть уже каких-то вещей новых не понимают. То есть есть какие-то из-за этого как-то, ну, перегородки для современных там людей, детей, которые хотят что-то, ну, как бы в ногу со временем меняться. И просто их стопорят родители. Вот реально просто то, что они не понимают, они этому не доверяют. И я считаю, что это плохо. Второе, это, наверное, вот лицемерие, вот как в принципе. Даже вот если взять знаменитых людей, которые там, вот, мы там все-таки хорошие, там, люблю сам своих слушателей, сам там, о, бабки теку, все, крут всех вас, всех в рот там топтал, что вот это поведение там, как бы на камере один, в жизни другой, вот это. Ну, наверное, типа мы все части лицемеры, может быть, типа не как бы неизбежно. Но типа мне все равно это не нравится. То есть это все равно неприятно, когда там человек делает одно, говорит другое. Это, ну, всегда вызывает какое-то такое, как бы, очень противное чувство. Поэтому это, ну, очень неприятно. Ну, и вот последнее, самое главное, что я не люблю, это, наверное, аэропорты. Вы когда-нибудь пересаживались? Идиеты. Ну, это понятно. Вы когда-нибудь, вот, пересадки были у вас куда-то, рейс, когда всю ночь нужно сидеть в аэропорту? Это что? Это вот ты вот... Ну да, нет, у нас ужасные аэропорты. Это не жёстко. Вентилятора, нет, всё, ты вот так лежишь. Десять часов всю ночь. Это нереально. Это очень тяжело. Потом ты не выспомишься, ещё уши закладываешь. Цены в десять раз то, что, ну, это какая-то хуйня. Ну, это вообще бред какой-то. Эти цены дорогие в дьюти-фри и так далее в аэропорту просто из-за того, чтобы содержать аэропорт. Зачем нам тогда аэропорт? Давайте ездить на поезде. Типа, для кого это, как бы, блин, смысл? Да, да, я тоже согласен. Это тупая хуйня. Самые, наверное, три топ. Топ-три от Игоря. Как бы вещей. Вот. Через 20 лет продвижения нашей группы, я надеюсь, что мы уже, ну, будем в таком состоянии жизни, когда мы уже будем, ну, полностью обеспечены, что уже, ну, на тот момент никакие, как бы, рамки современности, там, какой-то попсы и так далее, нами бы уже не движили, и мы бы в тот момент реально бы занимались тем уже, что только нам по кайфу. Ну, соответственно, там, обеспечить родителей, само собой, как-то уже, чтобы жизнь была налажена. Ну, то есть полный достаток. Я не говорю прямо там миллиарды, миллионы, чтобы там мажорами. Нет, чтобы просто, как бы, можно было спокойно существовать, там, позволять себе, не знаю, путешествовать, там, видеть мир. И вот, и в плане музыки, творчества делать вот именно то, что мы хотим. Хотя через 20 лет, не знаю, будем ли мы еще хотеть заниматься музыкой, но в любом случае, что мы могли уже в тот момент заниматься именно то, что нам по душе. И, как бы, ну, был, естественно, достаток, все за этим пришли. Ну, да, ну, музыкой точно, мне кажется, я, ну, то есть я уже 10 лет занимаюсь, я думаю, еще 20 нормально будет. Нет, у нас, кстати, бывают моменты, когда нас, как бы, мы устаем от музыки, ну, то есть прям, ну, вот неохота слушать, короче, неохота делать. Тогда там работаем, работаем целыми днями, да. Но потом вот буквально, ну, сколько максимум? Ну, два дня. Два дня максимум. И потом опять охота на студию и вот это все, типа, ну, два дня максимум. Два дня без музыки и все, ты уже, ну, все, да, записать срочно, приехать. Да, да, да. Хотя думаешь, ну, все, типа. Стадион? Ну, мне кажется, не в этой стране уже, наверное, надеялись. Нет, надеюсь, что в этот период мы уже порвем хотя бы пару стадионов, чтобы к этому уже были там трофеи на полке. Да, я думаю, да. А из ближайших планов, это, наверное, самое очевидное, это каким-то треком выстрелить. То есть уже прорваться в эту популярную, как бы, сферу. И вот у нас мечта уже давно поехать в свой настоящий, свой первый тур по России. Да, да. Своими концертами. То есть у нас был опыт. Мы выступали там в Новороссийске, Москве, Вишкороле. Ну, таких, как бы, мы просто в клубах. Мы были как приглашенные, как бы, артисты. То есть это был просто клубный обычный день, туз. И мы там попели, ушли, там, получили какой-то свой, там, гонорар, копеечку. Вот именно как мечта на ближайшее время — это поехать в свой первый тур и выстрелить каким-то треком. Вот это самое ближайшее, что мы на это прям... Ну, это взаимосвязанные вещи. Типа, сначала надо написать трек, взорвать с ним, а потом поехать в тур и петь там остальные. Типа, все так делают. Ну, то есть это стандартная... Ну, это, наверное, все этого хотят. Это какая-то, ну, не тайная. Да, да, да. Самая очевидная цель для всех артистов, которые только-только начали. У нас ближайшие. Вот у нас, типа, мы демки покидали сейчас лейблы. Ну, типа, мы ждем, как бы, фидбэка. Новые релизы, как бы, ждем. Мы сейчас на таком, как бы, моменте, что мы вот делали сначала только-только танцевально. Сейчас чуть-чуть перешли вот в трэп. Чуть-чуть. Такой какой-то. И думаем, как бы, оцениваем фидбэк с каждого трека, в каком направлении нам двигаться. И сейчас мы... У нас, как бы, самая ближайшая цель — это определиться все-таки, в каком направлении нам конкретно сесть, чтобы не распыляться на разные-разные треки и не тратить силы и время, чтобы вот прям вот в нужную точку бить. Вот, мы сейчас над этим работаем. У нас вышел трек 24-го июля. Точно, он вышел, да, «Забери меня полиция», трек называется. И очень долго ждали фанаты. У нас на YouTube есть блог, как мы пишем треки за, типа, 5 минут. Такой непопулярный, там по 500 просмотров. Да, ну, там, ну, как бы, фигня уж. Мы просто, ну, типа, зарядили что-то и начали делать, когда мы еще ждали ответа. Просто что было. Да, да, да. Там 8 выпусков, что ли. Ну, мы, то есть, и там есть вот выпуск, как мы делаем этот трек. Сейчас он, как бы, уже вышел, получается, и раз видео выходит уже. Вот, ну, то есть, вы можете посмотреть, как делался трек, как он вышел, типа, и как он звучит теперь. Ну, прикольно в этом плане, да. Там все показывается, как мы пишем треки. Да. Все есть там. Наружку все показываем, чтобы интереснее было людям наблюдать за нами. Там тем более понятно, что мы его пишем, ну, вот, как мы все это говорили. Пишем треки с кайфом, с весельем, как бы, с удовольствием. Самое главное в жизни – это, я думаю, чтобы ты был счастлив, чтобы твоя семья была счастлива, чтобы она тобой гордилась. Ну, да, чтобы был счастлив. На самом деле, это сложно, ну, как бы, так-то понять. Это простое вроде – счастлив, типа, и счастлив, и счастлив, на самом деле, да. Вот я часто замечал по себе, что у меня, ну, типа, я вот спрашиваю людей, как там, типа, и люди пишут, у меня настроение еще не очень что-то, день хуевый, еще что-то. Я не знаю, когда у меня был день хуевый. Не знаю. Из-за того, что я занимаюсь тем, что я люблю, как бы, и за счет этого и живу, типа, я каждый день счастлив. Ну, потому что я занимаюсь любимым делом, и меня окружают люди, которые мне нужны, типа, потому что я никому не пизжу, я не лицемер, и, как бы, вам, в самом деле, не надо пиздеть просто. Честными будьте и говорите все, ну, правду говорите людям, и тогда вас не будут окружать люди, которые вы пиздите, а которые вам пиздят. Типа, знаете, там, у меня у родителей есть, там, какие-то дети подруг, сыновья, там, все это. Сын маминой подруги. Они пиздят, как бы, что я хороший, им пиздят, что у них дети хорошие, все друг другу пиздят, у них там пиздец. Они какая-то, ну, что-то еще, поссорятся, все плохо. А мы не ссоримся, потому что пацаны знают, что я их люблю, типа, и, как бы, в любом виде, типа, какие-то что-то недостатки. Какие-то недостатки, я говорю, ты пидор, блядь, жирный, я ему скажу это, я не буду говорить. Вот, я не буду, то есть, я не буду, ну, понимаете, то есть, просто честными будьте, и все. А честными, когда вы, как бы, перед собой честны, ну, честен, типа, мне нравится музыка, да, я люблю, ну, типа, все, я не могу без нее два дня, мне хуёвка, ху плохо, все. Два дня нет музыки, я уже не свой, ну, какой-то, не в своей тарелке, типа, не могу на студию не приходить, мне вот хочется что-то написать. И, конечно, я счастлив, конечно, я счастлив, когда я занимаюсь своим любимым делом, окружают охуенные люди, когда я перед собой честен, нечего ни от кого скрывать, ну, конечно, я счастлив, вот в этом счастье, наверное, я думаю. И родителям не надо, там, пиздеть то, что, там, что-то вы чему-то провинились, что-то плохое сделали, поебались на какой-то тусе, там, с кем-то, с пацаном, не надо, скажи, как есть. Что это? Нет, если ты, если, 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 если ты девчонка, да, допустим, если ты, ну, девчонка, понятно, ну, то есть, просто мне подруги жалуются мне, понимаете? Да, подруги, подруги, подруги там. Короче, не надо просто не врать никому и себе тем более, будь счастлив, просто занимайся любимым делом, конец. Это обычный секрет, ничего в этом такого нет. Тогда и не будет настроения хуевого с утра. И красиво будешь сразу с утра, да. То, что, ну, да, счастье – это одно из самых главных в жизни, и вот из этого, конечно, перетекает то, что я считаю, что самое главное в жизни – это найти себя. Ну, и так, как сказал Ильдар, если ты занимаешься, правда, тем, чем ты хочешь заниматься, то это вот самое главное в жизни. То есть, если ты встал на те рельсы, и вот все, что ты делаешь каждый день, все, на чем ты, как бы, каждый день просто мучаешься, страдаешь. То есть, да, вот это самое важное. То есть, если ты не работаешь на работе, просто, чтобы работать на работе. Он платит тебе чобу, в которую ты не хочешь, потому что хочешь на работу, в которую платишь. К сожалению, не у всех есть такая возможность, есть, вот, допустим, еще от достатка людей зависит, от ситуации, возможности. Допустим, чел хату снимает, ему уже надо по пятнашке вместе отдать. Да, ему он уже вынужден, допустим, работать. Это он уже вынужден работать, типа, ну. То есть, самое главное, вот, если ты в жизни нашел себя, и ты вот на 100% уверен, что ты делаешь то свое дело, правильно, ну, за которое ты там постоишь, там, не знаю, вот, то это все, это вот вся жизнь. То есть, так должно быть, это вот самое главное. Да. Да даже вот, окей, мой пример. У студии моей 6 лет. Нет, не туалета. Летом жарко, пиздец. 30 градусов, 32. Мы на самом последнем этаже, там крыша над нами. Мы в трусах там сидим. В трусах. И когда нет никого, я даже трусы снимаю, потому что бани ебан. И вот в таких слоях работаешь. Зимой холодно, пиздец. Минус, дворит, 30. Мы в куртках сидим, пиздец. Ну, то есть, печку включаешь, конечно, но ты приходишь, и где-то часа 2 ты в куртке сидишь, как у ебан. У меня не было квартиры, потому что у родителей кошку завели. Типа, я 2 года жил на студии, жил. Да, было время, когда жрать еще что-то не было. Ну, типа, как бы там, кто-то не помогал, там, своих денег не было, еще что-то. Ну да, было такое время, что жрать, мы там ролл там заварили, там, все такое. Понятно, записывал людей за 300 рублей, там, ну, типа, в день, там, еще что-то. Очень хуё все было. Но, как бы, такие года проходят. Вечно в говне не будешь, если ты своим делом занимаешься, и ты не идиот, который, вот, типа, концептуализм, там, до конца жизни, все. Концептуализм? Концептуализм, ну, типа. Но, кстати, в говне ты всегда будешь. Типа, когда чем-то новым занимаешься, ты точно будешь в говне. Да, поначалу. Это так не работает, ты не получишь сразу, что хочешь. Понятно. 2 года — это прям вот минимум, в котором ты должен быть в говне. 6 лет, получается, мы в стену долбились. Ну да, я больше даже, чем 6. Мы просто так, типа, деньги на ветер выкидывали и ничего не получали. 6 лет, понятно, да? Больше даже, чем 6, наверное. Начальный путь всегда такой. Это положение, это трудности, это сложности. У нас сейчас фраза есть. Либо мы выстрелим, либо станем бомжами. Ну да, либо сдохнуть. Все или ничего, все или ничего, да. Зачем это все? В этом есть прикол. В пути, типа, вот каждый день то, что ты вот это проживаешь, вот это говно. В этом, да, главный путь, на самом деле. Мы, по сути, нам не выстрелить нужно. Мы кайфуем уже. Вот сейчас то, что мы сюда сегодня едем, то, что мы в Москве, ну, это охуенно. Ну, каждый как бы как чекпоинт уже какое-то событие, это уже мы понимаем, что на правильном пути это уже мини-праздник. Мы думаем, блин, мы делаем то, что нужно. На фоне того, что мы сейчас на интервью сидим, вот и нам охуенно, то, что мы там где-то будем когда-то олимпийский собирать, это кажется хуйней, понимаете? Важно то, что мы сейчас здесь сидим и вот кайфуем от этого. Это гораздо важнее. Маленькие радости жизни, они как бы каждый день что-то новое. и в этом и вискай. Угу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok